Бывает, женщина острее намного мужа, решительней, смелее и активней, и мыслями за юбками не кружат, пред напастями стоят горой плотиной. Ей не коня, а зло остановить, рожать воспитывать для Бога, так сподручно, в горящей похоти телес суметь остыть, тому же научить и дочерей, и внучек. Встречались особи особого настроя, умеющие хижину для Бога предназначить, без головокружения суметь пройти по кромке, стыдливые на похоти не скачут. Каким-то образом в пророчицы вошли, умели битвы выиграть у грозных супостатов, снять голову с врага, в запасе есть мешки, развеять извергов, и не найдешь останков. Все это есть, бывало, не убудет, но только там, где ее гову чтут. Молитвы и постом, а не искусным блюдом, ходатай поистине за первую щиту. Но даже им, в сказаниях воспетым, железным леди под триумфальной аркой, быть в послушании у мужа в тесной клетке, чей муж довеском к праздничным подаркам. Закон повелевает быть безмолвно и мужа не учить без веда моего. Учить лишь житием, овцой соделать волка, одеть своим смирением, когда он нищ и гол. Учить жене не позволяет, Павел, решительно осаживать жаждущих учить. Не знаю, многих ли на этот путь наставил, тем возвеличив в голову мужчин. Кто верит Библии, послушны мусульманах, неописуемой им награды в небесах. Их красота телесно не станет лишь приманкой, но вызовет раскаяние и неподдельный страх. 30 декабря 2005 года.